очень даже познавательное видео сейчас я вам делаю очень интересное познавательное полезное но во всех смыслах как говорится как развивает у себя интеллект человек например один способ история мне мой друг старше меня по возрасту физик науму саханов но он живет давно в израиле его много лет не видел о нем я писал еще в первой своей книжке ключ себе еще в 90 году потому что он мне открыл секрет вот этот если руки его так складываете а я это видео делал и он говорил если левый мизинец внизу когда вы просто складываете без тренировки а вот так вот так если левый внизу значит у человека первично включатель анализ а если правый внизу сердце чувств у нас вот я когда встречаюсь с людьми у которых правый мизинец внизу как у меня я как-то сразу чувствую родственную душу а когда левые мизинец внизу вот у меня все таки есть какая-то настороженность потому что но он какой-то такой человек по своей структуре но он может быть и очень эмоциональные и у него может быть прямо чувство захлёстывает и он очень такой весь на чувствах но это ни о чем не говорит потому что речь идет сейчас о первичности и вторичности что запускает и что сопровождает но у кого левыми есть логик но он так наговорил логика у кого правый мизинец сердечника я вот этот вот момента выставил тогда в ютубе посмотрите там пожалуйста посмотрите там объявлен опросника о корреляциях если корреляция между тем как кто руки складывает и спринтер он или ставь вот эту связь еще найти но кто-то писал так что да я спринтер и действительно я складываю руки так как вы говорите правой кассе а кто-то пишет а я правой складываю могу бегать и на длинные дистанции ну короче говоря там еще идет вот этот вот анализ и поэтому пожалуйста найдите этот видео это несложно у меня всего несколько сот видео там несложно кто хочет тот найдет как говорится мы не хотите не надо но дело то в том что если оказывается женятся люди одинаковая полярность и друг друга начинает быстро понимать родственные души но потом у них у каждого из них ну как бы на себя в зеркало смотрят и все время с собой отражается и у него поэтому возникает другой полюс он начинает с этим полюсом взаимодействовать и происходит саморазвитие человека поскольку горит нашей реальности разнообразие форм в основе которых лежит единая сущность единая структура что у нас нет ни одного объекта в нашем мире который бы одновременно имел два противоположных свойства потому что если у него появится два противоположных свойства эти свойства начинают взаимодействовать между собой и объекты ходят за пределы реальности нарушая законы логики нашей реальности но наш мир горит такой что нет ни одного противоречивого объекта кроме человека человек противоречивый а вот это то ли плюс то ли минус а так что не бывает что одновременно и плюс и минус объекты объекты они взаимодействуют между собой это составляет мир реальности все разнообразие ну короче говоря долго томить я вас не буду я хочу одну вещь сказать что он меня научил не только этому что если соединяется муж и жена с одинаковыми полярности то они будут раздражать потом друг друга соединяются они быстро но потом друг друга раздражают и у них начинается саморазвитие и самодвижение у каждого из них и они это прекрасная пара прекрасная пара до развития личности их них и они будут и разрабатывать чего-то изобретать чего-то но это не для земной жизни а вот если соединяется с противоположными у них будет дом и квартира и дача и рыбалка и музыка и деньги и все потому что это земная жизнь но он мне так и объяснял в этом что то есть потому что я много раз и много лет за этим наблюдаю и вижу что то там есть в этом да но во первых это психологический тест если он сейчас оправдается и в плане стаир и спринтеры то вообще будет интересно да но это но он мне объяснял что это структурные вещи генетические то есть они никак не меняются это так как родился такое и есть только если ты взаимодействуешь с подобным себе у тебя начинается саморазвитие а если взаимодействуешь с противоположным типом у тебя происходит реализация твоего потенциала все что у тебя есть а ты можешь реализовать а когда подобное ты можешь развивать но короче говоря это длинная история как я сказал перейдем к следующему моменту дело в том что он же меня и научил тому что ты говори берега жиди карандаш бумагу и давай предать понятия что такое мир что такое муравей что такое правос что такое дружба что такое облака если ты говоришь будешь каждый день пять минут сидеть и определять для себя понятие то это будет та интеллектуальная разминка которая помогает помогает тебе совершенствоваться как человеку это разминка для ума это разминка для мозга можно сказать это гена мозга и короче говоря развитие творческих способностей это много там чего очень очень много там чего короче я вам тоже советую я так всю жизнь делал я так всю жизнь делал и поэтому когда я разговариваю с кем-то я всегда могу найти вопрос я всегда могу подумать как его понять и я всегда я формулирую всякие метафоры например сказал мы же не живем головах друг у друга поэтому говорить и понятней а это у меня пришло именно после этого когда каждый день определял понятия и постепенно мне начала раскрываться суть смыслов разных слов представлений я как бы развивался в этом и поэтому когда я читаю какие-то тексты и опусы какие-то или там посты какие-то когда вижу что человек говорит как бы сам собой вместо того чтобы понятнее раскрыть содержание о чем он хочет сказать то он находится в одиночестве потому что он сам собой общается это же основная проблема общения когда ты говоришь с кем-то на самом деле говоришь сам собой потому что тебе кажется что он знает все как ты понимаешь как ты опыт имеет как ты а он не ты и ты ошибаешься то основная проблема общения поэтому говорит надо понятней и вот эта разминка ума когда вы берете карандаш ручку там или что каждый день это так несложно пять минут посвятить тому что ты определяешь понятия какие-то самые простые понять стол что такое стук но лучше брать категории философского полет а теперь я скажу главное это была разминка для ума определение понятий а теперь я вам скажу для расслабления для перехода в другую реальность психическую это состояние такого легкого транса освобождение когда ты выходишь на состояние умиротворение благоденствие такое миротворческое состояние когда ты начинаешь дружить сам собой лучше себя понимаешь а это тренировка происходит разными способами ну например медитации происходит альфа-состояние там как бы это не называли по методу сильва аутогенное погружение или еще как но у нас по методу ключ называется режим саморегуляции когда стресс снимается и ты переходишь в это состояние когда ты начинаешь быть самим собой общаешься с собой и там даже затихает внутренний монолог вот этот мусор уходит вот этот шум постоянно вот это вот внутреннее говорили она уходит и ты выходишь на естественное свое состояние такое приятное хорошие буду назвал это нирваной вплоть до нуля когда уже и мысли нет но потому что мысли перестали сопровождаться эмоциями и в конечном счете и мысли погасли две половины мозга как бы разошлись я об этом уже рассказывал у меня есть модель работы мозга там четыре агрегатных состояния когда много доминанта до доминанта когда сон и сон со сновидениями и когда нулевое состояние переходное между ними но в сайте стрессу можете у меня посмотреть новую модель работы мозга но она мне помогла и из терактов из острого стресса людей выводить она мне помогла и для творчества и своего творчества открывать потенциал и обучать других людей чтобы они из стресса переходили в состояние вдохновения она хорошая эта модель работы мозга так вот вот это состояние близкое к нулю близкое но называется она эмоциональным дистанцированием эмоциональной отрешенностью когда все заботы проблемы уходят и ты выходишь на самое себя где ты лучше понимаешь что ты хочешь как этого достичь и такая ну я говорил такую метафору чтобы среди какофонии внешнего мирового оркестра услышите свою собственную музыку и вот представьте себе у меня была сотрудница несколько лет я ее очень любил очень любил да очень много бы как бы так говорили потому что это человек взрослые она помоложе но она считала себя уже зрелым психологом ну потому что она много работала над этим да но со мной все время конфликтовала потому что она не понимала что я старше мы делали товарищу дело-то в том что вдруг вдруг я просматриваю разные видео про медитацию вижу ну какой-то шарик там такой нарисован но не так как я вот картины рисую а там просто вот и кранчик такой и там ну шарик такой нарисован и вдруг такой женский голос такой тихий свободный спокойный ничего не доказывающий не утверждающий а такой спокойный совершенно рассказывает а волос такой детский детский ну вот но как будто ребенок говорит но взрослый человек на такой идет идущий отсюда от глубины такой детский волос и голоса и говорит что вот вы сейчас сидите расслабляетесь и отдыхаете и у вас возникает такое приятное состояние на душе становится легче я прямо слушаю так трепетно так трогательно голос ребенка голос ангела но чувствуешь что взрослая женщина голос действительно ребенка ангел я там заслушался на самом деле перед тобой открывается какой-то дни ты погружаешься слушай попал точку попала в молодец какая я же я все время говорят слушай вот ты сказка терапии занимаешься вот ты занимаешься этим молодец молодец она потом не писал на ту же сами не ходил при это тебе авансом хвалил поддерживал тебя в твоих поисках а ты потом берешь меня же туда и вот это и что я же тебе сам говорил что это хорошо я авансом тебе говорю чтобы поддержать тебя пришла я тебя поддерживал И разными методами она занималась И вдруг, как говорится, попала в точку Да, это было ее Я так рад и горд за нее Потому что она попала в точку Там, где форма соответствует ее сути Она говорила, естественно, не притворяясь Не пытаясь никому ничего доказать Какая она и есть, по сути За что я ее любил, как ребенка Всего времени прощал Да, она попала в точку Я ей написал, слушай, сделай еще пару таких роликов Там не надо притворяться Никому ничего доказывать не надо Ты просто сделай пару таких роликов Расскажи о природе Расскажи о дыхании свободном Расскажи о музыке Расскажи еще о чем-то Ты так говоришь Это так трепетно получается Так искренне Ну, как-то невольно погружаешься Потому что там нет какого-то конфликта Просто слушаешь И тебе хорошо, и приятно Я погружался, да Хотя я много всего этого насмотрелся В течение своей жизни Да, молодец, хочу тебя поздравить Ты попала в точку Да Я думаю, многие догадаются Ко мне говорю Поэтому имени не называю Может, где-то кто-то в коменте Как птенец прокленится И напишет твое имя А я скажу, да Это она Ну, вот такая интрига Ну, что делать? Ну, что делать? Жизнь такова Надо же какой-то интерес Чтобы был К моим видеороликам Потому что мне, друзья, ваша помощь нужна Потому что наша школа очень хорошая Она такая простая, искренняя Добрая, теплая, хорошая И мудрая, между прочим Никому ничего не пытается доказать Только делится опытом Поэтому мне ваша помощь нужна Чтобы школу расширить Потому что у меня такой есть Опыт накопленный Который я хочу вам всем передать И мне очень жалко Что такой опыт пропадает в туне Потому что просмотров у нас мало Рекламой мы не занимаемся Потому что я не хочу, чтобы там Приклеивалась всякая шушера Я хочу, чтобы туда приходили Именно люди, которые именно Интересуются тем, как научиться Управлять своим состоянием И использовать энергию стресса Как стресс-трамплина Для своих новых достижений Вот чего я хочу Поэтому вы, друзья Я нуждаюсь в вашей помощи Я вам сказал сегодня Две хорошие вещи Первое, повторюсь Это проучаствуйте там еще больше Свои вот эти наблюдения Кто как складывает Спринтер или стайер Там более подробно все сказано Найдите А для меня это будет характеризовать что? Что вы на самом деле Активный участник нашей школы Потому что я одновременно хочу Отсеять всех тех Которые просто Не интересуются этим А просто так Нам такие не нужны И нам не нужны те Которые пытаются что-то доказывать Я хочу, чтобы собрались Нормальные, хорошие люди Их много на свете На самом деле их много Но почему-то именно Недотепы И те недалекие И серости Они обычно бывают во власти Потому что там другая логика Взаимоотношения Подковерные игры Борьба за власть Там она совершенно Вытесняет оттуда Нормальных людей Ну так получается Ну что сделать Такая природа у нас Не только у нас Она во всех эпохах Во всех эпохах И в древности было Так и так далее А я хочу, чтобы собрались Нормальные, хорошие люди Потому что Еще раз повторю свою метафору Афоризм свой Нормальные люди соберутся Даже не имея исходной темы Все равно придумают Что-то интересное Но стоит затесаться Среди них хоть одному примитиву Все уйдет как песок Да еще потом хлопотнее берешься Нормальным надо собираться Друзья Потому что Ненормальные Извините Ну в кавычках И плохие люди Извините Ну в кавычках Потому что все эти люди Не по своей вине Плохие Не по своей вине Ну так задала жизнь Такими родились Ну они же не знают Но я-то хочу собрать Нормальных Хороших людей Потому что Ненормальные И плохие И сами собираются У них проблем в этом нет До встречи Друзья И посмотрите Эту Медитацию Она всего там Пять минут Вы найдете Кто ищет Кто-то найдет До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok